Полицию вызывают любите? Мы радио после этого пришли. Хорошо. Ну что-то вред такого не делайте. Какая красота. Стоило же. Четыре раза магазин оформить. Надо будет обязательно похвалить. А то мы все ругаем и ругаем. Денис, ну если ты сейчас найдешь просрочку, я очень сильно удивлюсь. Не думаю, что специально просрочку будет так красиво укладывать. Почему-то надо было. Четыре раза полицию вызывать. Чтобы дошло наконец-то. Ну я думаю, что теперь мы будем контролировать их, но периодически. Что, все-таки нашел? Ну слушай, не портите. Все, встали на 9, в 48 часов. Давай сделаем вид, чтобы мы ее не видели. Два утра она просрочилась. Что-то будет? Да. Ладно, значит, с хлебом они еще немножко не доработали. Ну, а телешку наберем свою? Ладно, ставим им четыре тогда сегодня, правильно? Денис. Ну смотря, сколько наберем хлеба. Не, ну просто с хлебом они явно не работали. Ну какая четверка, тройка? Тройка, да. Ну ладно. Тройка есть, вот и булочку нашли. Согласен. Ну две. О, вообще здорово. Ты говоришь, тройку. Какая-то тут четверка, вернее. Изготовлена четвертого. Специально на камеру покажу. Три утра, четвертого, но девятого. Срок годности 48 часов. Ну да, четыре дня уже прошло. Пять-шесть. То есть, получается пять. Шесть утра. Три утра, шестого. Ладно. Просрочено. Это все-таки удовлетворительно. Если в целом брать по магазину. Ну это троечка. Да, троечка. Еще есть к чему стремиться. Как-то стремиться. Так, сегодня можно. Сегодня праздник. Сегодня полиции не будет. Екатерина, хотим вас похвалить. Молодцы. Единственное, вот с хлебом немножечко, но это вы, думаю, справитесь. Да? Все. Посмотрите, проверите. Полицию вызывать не будем из-за хлеба. Не будем. У нас нет такой цели наказать. Спасибо. У вас рекорд, вы лучше перекрестка. На перекресток ушло шесть дней, на вас только четыре. Молодцы. Спасибо. Все. Все хорошо, до свидания. До свидания. Видимо, ты получили они хорошо. Хоть Катя и кричала, что ей все равно на сейки страх и так далее. Но, но, одно большое но. Я убеждаю. Я убеждаю на сто процентов, что это ненадолго. Добрый день. Вы только не спешите-то. Не надо на перегонки. Ань, вы будете первой, не переживайте. Это вы такое говорите при нас, мы знаем, где она лежит. Ань, вы лучше молчите, ей-богу. Ты посмотри, как быстро они убирают просрочку. Денис, я в шоке. Денис, я в шоке. Я в шоке. Вот что значит профессионализм. Мы тут тратим время в поисках, а вы раз-раз и все убрали. Молодцы. Только не знаю, похвалить вас или нет, или поругать. Она не узнает. Смотри, смотри. Она подошла и сразу узнает, где лежит в пространстве. Ты смотри, целенаправленно идут и знают, где снимать. А это вы нас специально ждали, да, чтобы прям на камеру это сделать? Ань, а что вы так это не успели? Скорее снимайте. А что вчера тут не сняли? Позавчера, вернее, детское питание прошло. Вах, вах, вах. Ай-яй-яй. Это позавчера должны быть. Слушай, нас, видимо, очень долго здесь не было. Ну да. Аня, вы смотрели ролик последний по вашему магазину? Как мы вас похвалили? Там 5-минутный ролик, ну буквально, что там красиво все было выложено. Не? Так посмотрите. Она сразу два посмотрит. И этот. И следующий. Вот, в принципе, вот это, то, что сейчас в корзинке, это могло быть у нас в корзинке, либо у другого покупателя. Ан, давайте с вами ходить по просрочке. Давайте? Нет. А что? Будете моим ведущим? Нет. Не хотите? Нет. Ютубером, блогером стать? Нет. А чего? Я думаю, у вас получится. Лучше, чем у вас, у меня не получится. Не, ну я только оператор, я снимаю. А вы в кадре, мне кажется, сделаете контент более интересным. Ну вы подумайте над моим предложением, хорошо? У вас уже и опыт есть, вы знаете, где просрочка находится. Это вы столько сразу же нашли, да? Потому что по своему магазину. Ну так мы по-вашему магазин и будем это делать. Анна, а Екатерина сегодня здесь? Нет? На месте? Нет. Нет, жалко. Жалко. Она тоже очень, так сказать, контент делает интересным. Своим дефиле туда-сюда, туда-сюда. С тразиками своими. Вот. Сметана до третьего, десятого. Насрочно. Перед тем, как мы сюда пришли в последний раз, сюда же какая-то бригада приезжала, наводила здесь порядок. Какая-то сторонняя организация, правильно? Да. А что за организация, название ее не может стоить? Не может стоить. Не знаете или не можете? Не знаю. Не знаете. А то, может быть, мы будем к вам приезжать, порядок наводить. Раз сюда пошли, значит, здесь, да, что-то есть? Нет. А, на всякий случай, да? Да. Что, нашли, что ли? Нет, это до 4 до завтрашнего часа. А, ну, понятно. Ну так завтра бы и убрали. Зачем? Ну так сегодня что-то целый день можно торговать. Не продастся? Не продастся, да? Завтра можно не приходить. Сегодня все снимите. Да. Не, ну. Да, не приходите или доснимите? Да, не приходите, да, снимем. Вот завтра и проверим, снимете вы или нет. Хорошо. Если никто не приедет, придется полицию вызывать. Да, мы в городе. Будем полицию вызывать. Мы нашли уже детскую просрочку. Не знаю. У меня складывается впечатление, что вы от меня ждете какое-то предложение. А на чем оно основано? Не знаю. На моем вопросе позвонили вы в руководство или нет? Да. И на вашем вопросе будем ли мы полицию вызывать? Конечно. Штрудель я нашел. До 18.07. Сейчас я продолжу, так. Изготовлено. 18.04. Годен до 18.07. Ну понятно, 3 месяца. Ань, вы на видео утилизируете, приносите извинения покупателям, которые могли это все приобрести. На этом все. Мы полицию не вызываем. Ну, так я при вас всегда согласна утилизировать. А, то есть не надо полицию вызывать все-таки. Это уже на ваше усмотрение, если честно. Ну, как бы я... Хорошо. Денис, готовы при нас утилизировать? Я всегда готова была. Я вам всегда это предлагала. Да? Ну, я первый раз слышу. Вот я вам, получается, навязал вариант нормальный. Когда еще, когда вы в предпоследние разы приходили, есть видео на видео сказано. Ну да, вы там что-то надорвали, что-то там открыли, и все на этом. Ну, я вас отпустил, тогда не стал уже полицию, потому что уже приехала. Упаковочку надорвите, и все, как-то. Чтобы не было соблазна выставить на прилавок, там, пальчиком снуть, да, там, такое. Денис, чего? Отдадим без вскрытия всего остального? Ну, давайте так, забирайте. Анна, скажите, а вы мои ролики смотрите? Конечно. Конечно? Вы уже звезда. У меня в машине есть профессиональный фотоаппарат, если хотите, я могу вас сфотографировать, чтобы более фотогенично получилось. Давайте я сфотографирую, без маски, я имею в виду. Не хотите? Нет. Не, серьезно. Я тоже. У меня есть группа ВКонтакте, и называется «А фото тут», экспозиция. Там фотографии, которые я сделаю. Вы фоток? Я говорю, любитель. Так что, говорю, вы зле отказываетесь. Я не знала от вас. Но мне я важная. Ну, тем более, да. Ну, Ланька, я не буду вас отвлекать. Спасибо. Ну, что-то допускай, прямо сейчас при нас все это утилизируют. Да, согласен. А мы еще будем это навестим. Магазин «Дикси», Чумбара-Улчинского, 24. Работники магазина готовы самостоятельно утилизировать выявленную просрочку. Полицию вызывать не будем. Вот. Заместитель директора, да? Да. Анна, отчество? Витальевна. Анна Витальевна, пожалуйста. Что мы обнаружили, что нашли? До 18-го у нас снова. 21-го. Угу. То есть, нарушаем целостность упаковки, чтобы товар уже не появился на прилавке заново. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Такого не будет, если вы придете. Сегодня мы введем полностью чистку в магазин. Просрочки не будет. А после завтра? И после завтра. Анна, ловлю вас на слове. Завтра мы с Денисом придем. Да, хорошо. Так что сегодня хорошо все выбирайте. Хорошо. Мы ненадолго, мы знаем где смотреть. Мы сразу посмотрим. Все. Хорошо. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Всем пока. Хотим вас похвалить. Молодцы. Полицию вызывать не будут. У нас нет такой цели наказать. Спасибо. 11.34. 14 число. Магазин открылся в 9. Вводим до 14 числа. Скидка 50% на просрочку. Позовем руководителя. И ты задашь все вопросы по поводу конфет. И сразу же сделаем утилизацию. Мы деревянные. Я тебе не разгрыз. Вот этого еще не приходило. И естественно, когда пересыпали, новые работники просто выпросили коробки. Тогда дадим и это будет новый, даже путь на санкет. Мы должны участвовать. Если нет мастеров, то они не присчитались. Снимаетесь? Да. Какое это называется? Спасибо. Спасибо. Доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok По поводу конфет, что проясните? Можете снимать Ничего Официально руководитель магазина говорит снимать Ну давай снимем Паркеровки никакой нет Так же никакой информации Тавловое caring по ност Compilicate Можете Можете поделиться Присп King ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА помимо того что мы просрочим мы будем до 29.09 но самое главное не в этом, у него условия хранения плюс 2 плюс 6 если будет видно здесь стоит весь такой йогурт, несколько поименований вот они тоже хранить при температуре плюс 2 плюс 6 то есть оно уже давно испортилось, хотя срок до 5-го 11-го как, вот это все снимается из лежащих хранений то все, оно уже давно испорчено а люди продолжают покупать ветер вот это хранится при температуре плюс 2 плюс 6 то есть в холодильнике, оно хранилось в температуре зала почему то, один даже, одно питание, есть до 29.09 он там стоит до 10.10 и там тоже до 12.10 две баночки, это до 10.10 ну что мы скрываем у нас и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»